Работы много, но работы мало. Странный казус заметили безработные казахстанцы. На сайте электронной биржи труда 146 тысяч вакансий по Казахстану. Но многие оказываются уже заняты. Почему так получается, выясняла Людмила Бачкина. Карлы Гашмамурбаева два месяца ищет работу. И специальность у нее востребованная крановщица. И квалификация хорошая, четвертый разряд. Но найти хорошее место все никак не удается. Ребенка нужно собирать в школу, денег нет. По кредиту начинаются просрочки. И вот-вот она попадет в черный список. Я уже все газеты прочитала. Куда только не звонила. Нету, 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 нету. Везде занято. Где-то есть, я звоню. Нет, говорят, уже взяли. С такой ситуацией сталкивается не одна Карлы Гаш. В соцсетях соискатели на рабочие места жалуются, что звонят по объявлениям. Работодатели обещают перезвонить, но не звонят. На деле оказывается, что вакансии заняты. У вас на сайте НГКЗ влечит вакансий, продавец-консультант. У нас еще 10 случаев? Нет, уже давно взяли. А почему тогда не убираете сайт? Так, вы позвоните мне этот номер завтра. То есть бухгалтер сегодня будет в номере четырех. Завтра бухгалтер будет, когда она замерзнет этим вопросом. Дело в том, что по закону работодатели не имеют права взять сотрудника, не разместив вакансию на электронной бирже труда и не уведомив об этом центр занятости. Даже если у них уже есть претендент, заявка на сайте НГКЗ все равно должна быть. Если у человека взяли уже на работу, тогда их отдел кадров, например, кто этим занимается, они должны эту вакансию закрывать, чтобы он не висел, чтобы он не актуален был. Работодатели, они должны уже сами, может, они забыли. Эту вакансию открыли, человека взяли, но это все человеческие факторы, они могут забыть. На сайте электронной биржи труда только по городу Караганда больше двух с половиной тысяч вакансий, но по факту их оказывается гораздо меньше. По статистике в стране сейчас 450 тысяч безработных. Легче всего найти работу медиком. На сайте множество вакансий даже для выпускников УЗОВ без опыта.